Приветствую! Сегодняшний выпуск будет посвящен регионам и посвящен тем людям, которых обычно не бывает на моем канале. До этого все мои гости были профессионалами как минимум в области информационного моделирования, обычно еще и за их спинами богатейший опыт работы в строительной области, в моделировании, в продаже информационных моделей и программного обеспечения. В общем-то, те, кто всегда находился сверху принятия решений. И с 1 января, насколько вы знаете, я думаю, все вы знаете, мы уже работаем в такой реальности, когда информационные модели стали обязательны. Ну, сейчас, правда, это у нас снова переигрывается, но, тем не менее, с 1 января у нас было то, что информационные модели обязательны. И в это вот все погрузили людей, которые раньше никогда толком-то с информационным моделированием и не работали. И сейчас я хочу поднять такую тему, что такое современные информационные модели, технологии информационного модели, ТИМ, БИМ, неважно. Для тех, кто был просто кинут в этот водоворот событий, то есть это обычный госзаказчик, это люди, которые не имели десятки лет работы в Ревит и в Сивиле, неважно в чем, это люди, которые просто работали в строительной области. И для того, чтобы обсудить, как этим людям работается с технологией информационного моделирования, я пригласил сегодня заместителя министра строительства Красноярского края Елену Звонареву. Елена, приветствую. Приветствую, Игорь. Большое спасибо, что пришла сегодня в день рождения. С днём рождения тебя еще раз. Спасибо. Ну, так вышло. Очень удачно. И мы сегодня пообщаемся, чтобы раскрыть тему, что такое реальный BIM, реальная технология информационного моделирования, реальный ТИМ с точки зрения госзаказчика, с точки зрения обычных людей, которых в принципе на моем канале не бывает, которые не заходят ко мне. Поэтому давай начнем с того, что расскажи о себе и расскажи, как дошла до технологии информационного моделирования. Ну, честно скажем, я не совсем обычный чиновник, потому что у меня вот буквально 1 марта было 4 года, как я на госслужбе. Совсем маленький срок. Поэтому я из той категории, которая знает и ту сторону жизни, и это. И, собственно говоря, это одно из тех направлений, почему я попала на госслужбу. Потому что сейчас тенденция у нас, в принципе, в крае, в правительстве, большое обновление крови, что называется, да, и крови для того, чтобы внести, ну, где-то полезные, где-то не очень. Потому что, понятно, мы видели мир с другой стороны, и то количество ограничений, которое есть, нужных, ненужных, ну, это спорные такие моменты, ну, где-то объективные, где-то не очень. Поэтому, конечно, погружение было тотально. Входила я не с самого начала Минстрой. Минстрой у меня опыт работы 3 года. Ну, собственно говоря, цифра увлечена давно, но не конкретным этим направлением. Просто, ну, это реальность наша, это не будущее, это то состояние, в котором мы находимся, и было бы, ну, наверное, неправильно говорить, что есть выбор, нет выбора, плохо или хорошо. Есть технологии, которые позволяют нам упрощать нашу жизнь. Главное, к ним подходить целесообразно, для того, чтобы это не галки ставить, и не впереди паровоза сама цифра идет, а есть, если мы говорим о строительстве, есть потребности отрасли, есть те инертные процессы, которые складывались десятилетиями в силу тех или иных обстоятельств. И сейчас есть возможность упростить, ускорить. Самое главное, уменьшить инвестиционно-строительный цикл в принципе. А цифра как раз позволяет при их грамотном подходе. Да, ключевомин грамотный. Поэтому начали мы подходить к цифровой трансформации в строительной отрасли, собственно говоря, даже не с внедрения BIM или TIM, потому что еще на 19-й год, начало 20-го, инструмент американский, да, там тотально попадает информация, куда очень с осторожностью строители, байки, сказки, которые ходили по рынку, и мы заходили с другой стороны. То есть мы начали внедрять инструмент гениальный. Я считаю, тот человек, который решил и создал именно ту структуру, которая есть в этой ГИСУГД, информационная система государственная, да, по обеспечению градостроительной деятельности, уникальный инструментарий по сбору аналитики. К сожалению, ну это отдельная тема, большая для разговора, да, система ГИСУГД. И у обывателя... Мы отдельно как-то по ней поговорим, потому что... Это действительно прям широкая тема, которая требует обывателей совершенно неправильно о ней представление. Какой обыватель? Тут бим-специалисты даже толком не знают, что с ней делать. Да, и у строителей, и у архитекторов, и у всех остальных, они считают, что это архив. Это не архив, это уникальный живой абсолютно организм, который позволяет. То есть и первый наш заход был, потому что вот эти рутинные процессы по сбору отчетной информации, это большая загрузка как госслужащих, так и муниципальных служащих, и всех по периметру, кто вовлечен. И, собственно говоря, мы начали просто на таких скоростях развивать, что нам многие говорят из многих субъектов, то, что мы сделали за год, некоторые не могут сделать за пять лет. Но мы были крайне заинтересованы, поэтому резервы все включили то, что можно, тем более с учетом размеров края. 61 муниципальное образование, 60 из них у нас масштабированием было. 61-е, самый большой город Красноярск, который с 16-го года свою систему. У нас интеграционный процесс практически завершен, то есть у нас аналитика наикрутейшая будет, и те данные, и, безусловно, выводим все это на госуслуги, и основное, помимо госуслуг, мы получаем документы в тех форматах, которые нам нужны в том числе и для разработки информационных моделей, полноценные, то есть именно в том цифровом виде. Будут утверждены XML-форматы, нам буквально требуется небольшое количество дней для того, чтобы перепрошить и вывести. То есть мы готовы, вот на старте ждем, когда они будут утверждены. Поэтому это был первый заход. И поэтому, когда пошла первая волна уже в 2020 году, и появился проект 331-го, и мы были, ну, наверное, не надо скромничать, мы были одни из первых, которые восприняли это очень серьезно. Мы начали проработку именно тогда, когда появился проект первый. Та версия, когда была еще от 500 миллионов, и, собственно говоря, основная часть, допустим, объектов, которые нашего госзаказчика краевого, это именно такие объекты идут. Поэтому мы в трепетном ожидании не стали застывать, мы начали сразу работать. С чего работать, когда нет опыта? Ну, во-первых, все книжные магазины, которые были на территории города Красноярска, города Москвы и Питера, часть из них лично в моей библиотеке, а села. Вот просто... А по образованию кто ты? Я инженер, но к строительству не имею отношения. Ну, то есть я технарь, достаточно давно вращаюсь именно в строительстве, и не понаслышке из терминологии знакомо, иногда, честно говоря, даже удивление по поводу того, когда люди работают по 25-30, и тут человек, который имеет техническое образование, но не строитель, получается иногда знаешь больше, но в силу того, что постоянно напитываешься, 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 очень важно, чтобы не было шор именно в процессе, постоянно новые вещи какие-то. И, соответственно, когда ты в себя впитываешь новое, ты учишься, ты можешь транслировать и вдохновлять людей, которые вот находятся рядом с тобой, по-другому не получится. То есть просто вот 331-е, ребята, лга, там, действуем, ну, так не работает. Соответственно, только через себя. Соответственно, то количество литературы и обучающих мероприятий, которые в том или ином формате были проведены, ну, наверное, ни на одно выше уже, на несколько тянут, можно точно. То есть весь 20-й год был в подготовке? В колоссальной подготовке, то есть, ну, теорию съели, поняла, что... Никуда ездить не учились, а сами? Ну, как, училась. Но училась каким образом? Училась через общение с теми, кто уже делал первые шаги. Ну, допустим, у нас очень продвинутые в этой части из региона, это Свердловская область, Екатеринбург. Они были одним из первых, кому мы приехали в гости. То есть, соответственно, количество субъектов, сейчас на память уже не скажу, было большое количество их. Когда просто приезжаешь, знакомишься, и, честно, вот мы до этого общались, я в восторге от того отклика людей, когда к ним приезжаешь и говоришь, это интересно. Они говорят, да ладно, и настолько открыто начинают делиться, что появляется в их круге кто-то, кто так же заинтересован, как они, что они не фанатики, потому что, ну, палец около виска, мы же все видели, кто-то слышал реплики, да, обязательные. Поэтому вот именно есть минусы от того, что мы мало уделяли до этого внимания, востребованности не было. С другой стороны, плюсы тех, кто пошел первым изучать, отдача со стороны тех, к кому ты обращаешься, она намного выше, чем, ну, мы же понимаем, чем это будет через полтора года, через два, устоявшаяся нормативка, понимаете, представление, ну, собственно говоря, оплом появится у некоторых, да, в медные трубы тоже не все проходят. Поэтому это изучение именно практическое, то есть на место приехали, поговорили, покажите, как здесь, какая нормативка, какие были проблемы, какие сложности, а как вот, ну, тот же Екатеринбург взять, да, у них количество застройщиков, которые проектируют в цифре, но мне кажется, ну, по сравнению с Москвой только могут мериться. Больше не у кого нет. Ну, это один из лидеров. Если говорить о Екатеринбурге, то екатеринбургские ребята из Altec Systems предлагают свое интересное решение, а именно. Altec Insulations – единственный российский сервис по расчету инсоляции и коэффициента естественного освещения напрямую из BIM-модели. Сервис синхронизируется с Revit и Rengo, производит расчет тысяч окон за пять минут и формирует отчет по ГОСТу. Также коллеги получили сертификат в соответствии требованиям ГОСТа и СанПина. Для моих слушателей предусмотрена специальная скидка в 10% на лицензию по промокоду, который вы видите на экране. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на сайте у коллег. Но мы продолжаем. Соответственно, если мы учимся, то мы учимся у лучших. Соответственно, проходило обучение и Дом РФ, то, что организовывало, и университет Минстроя, и то, что МГСУ. Все курсы, какие были, проходят. Даже Сахалин, то, что организовывало. Вот все, что в интернете. У них тоже неплохо в управлении строительной деятельностью это сделано. Да, то есть все, что у кого-то есть, все съела сама. Только потом делимся. И, собственно говоря, только тогда, считаю, имею право открывать рот и своим что-то говорить. Вот туда ходи, сюда не ходи. И то думаем. Каждый раз конструкция такая, что сегодня это так, завтра это может быть уже не так. Поэтому всегда думаем перед тем, как сделать следующий шаг. Тем более цена ошибки в бюджете. Мы все понимаем. Поэтому где-то страдает время, но приходится аккуратничать, потому что дважды ты не сможешь. То есть в коммерческой организации пошел неправильно, ну, пожурили, может быть, наказали, штрафанули, но все хорошо. У нас так нельзя. Мы все это понимаем. Поэтому максимально выверено. Но это, в принципе, должно быть в жизни выверено, а не только в бюджете. Поэтому не скажу, что самый легкий путь. Но я рада, что мы его начали раньше, чем некоторые другие. Это позволило. Ну, по крайней мере, какую-то фору для себя. То есть вы летом уже активно действовали с 2020 года? Не летом. С осени, наверное. С осени? Самая активная фаза у нас началась в январе, конечно, 21-го. Ну, март 21-го. Это понятно, когда уже все устаканились. Особенно, когда мы увидели, что нет ограничения 500. И мы поняли, что даже самая-самая мелочь туда попадает. Поэтому еще больше активизация. При этом уже вобрав всю эту информацию, стало понятно, что самостоятельно бизнес-процесса не поменять. Со штатной численностью в госорганах и подведов. Мы все понимаем, да, общую ситуацию, подход. При этом понимаем, что чтобы получить какие-то результаты, это не только важно человеку дать ПО. Это нужно полностью перепрошить этого человека, а даже психологически. Ему важно показать, что он получит. Тем более людям, которые вот здесь, на земле, которые практически получают. Ну, прораб, строитель, я не знаю, там, инженер, конструктор, проектировщик. Что он получит полезного в процессе? Не просто потому, что мы так захотели, а вот именно мотивацию. А для того, чтобы мотивацию правильно сформулировать, нужно самому в это верить. И, собственно говоря, когда неоднократно повторяется, что мы все проповедники, но мы правда проповедники. Но единственное, что я свято верю, и, слава Богу, это, наверное, самое лучшее, что у меня получается, когда я верю, вдохновлять других — это легко. Но важно самому верить. Чтобы верить, нужно вот пощупать, потрогать, посмотреть, каким образом это получается. И не просто папочки уложить, а посмотреть, что же там в конце, а как здорово, что можно на коллизии проверить за семь часов или за восемь. А если это проекты идут типовые, то еще время сокращается, когда у тебя библиотека с атрибутами, с коллизиями, ты понимаешь, либо там какой-то определенный пол сформировался проектировщиков, с кем ты уже отработал, да, все эти модели. 44-то мы, конечно, в ФСЗ не забываем, но тем не менее мы понимаем, что практически всегда заявляются, ну, рядом какие-то организации, редко кто-то, ну, вдруг там из Калининграда в Красноярский край, ну, сомневаемся, да, такого не бывает. Москва, Питер, да, к нам заходят там, еще какие-то регионы, а таких вот каких-то откровений в нашей жизни пока не было. Хотя может быть сейчас с цифрой, если кто-то появится. Соответственно, мы явно понимаем, что для госзаказчика с двух недель проверки, не знаю, там, какой-нибудь типовой школы на 500 человек, мы можем уйти на 8 часов, аргумент, аргумент. Качество проектной документации, если нормально проработанное, я повторяюсь, очень важна целесообразность и правильность подходов. Не просто вот мы вошли, папочки составили, потому что у нас 331-й, а очень важно подходить максимально прагматично для того, чтобы оттуда именно качественные результаты, даже если это не с точки зрения экономии или, наоборот, увеличения бюджета, если с точки зрения экономии времени, это все равно уход в деньги. Да, мы сейчас не материализуем и не напишем фейл, в котором скажем, так я тут сэкономил 10 или 15 миллионов, но если я сэкономил 2 месяца, это супер. Посмотрев всю эту картину, понимая, что недостаточно тех пазлов для того, чтобы конструкцию собрать и поменять именно настрой в голове тех людей, которые будут этими процессами, одной мотивации мало. Нужно просто перепрошить их подходы, перепрошить все бизнес-процессы. У нас нет соответствующей компетенции. Да, у меня интуиция, ну, не знаю, как у кого, но она бешеная. Но при этом мне нужны экспертные позиции, которые мне помогают ее трансформировать именно в том направлении, в котором нужно, потому что ошибок не может быть. Если могут, то очень маленькие и поправимые. Соответственно, возникла идея найти тим-интегратор. Мы так его образно назвали. Тим, бим, там, неважно, в принципе, все об одном. Того, кто хоть знает, как это работает. Да. И у того, у кого есть опыт, каким образом можно настроить бизнес-процессы. Нашли, собственно говоря, ну, скрывать не буду, ребята из Екатеринбурга. Да, можешь, в принципе, назвать. Они деньги, конечно, мне не заносили, но... Да, ну, конкурентные процедуры, поэтому требования были выставлены, могли и другие зайти. Можно посмотреть, да. Бим-кластер на данный момент. Именно он в Красноярске расположен. Нет, они в Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге. Ну, они по большому количеству сейчас регионов, то есть работают. Соответственно, ребята, которые имели опыт в госзаказе, в муниципальном заказе Екатеринбурга, то есть они понимали, понятно, что конструкция у всех разная, но примерно подход тот же самый. Какие мы задачи поставили? Во-первых, основной упор был все-таки на госзаказчика. В нашем случае это управление капитального строительства, краевое, провести собеседование с людьми, поговорить, посмотреть настрой, отобрать тех людей, конкретно, кто мотивирован, ну, собственно говоря, не тащить за хвост насилием воли, а у кого хотя бы, ну, хотя бы есть какой-то положительный настрой. То есть мне хотелось создать именно, и до сих пор хочется, потому что мы еще формируем, да, к этому, то есть я не могу сказать, что конечный результат достигнут в этой части группа людей, которые будут замотивированы, настроены, они умеют. Всех сразу там 100-200 человек, ну, это немыслимая задача. То есть ты поставила перед собой целью у себя создать команду из госслужащих. Это не госслужащие, они в казенном учреждении работают. А, ну, то есть не все там вот, да. Ну, тем не менее, я считаю, из государственных структур, БИМ-команду фактически, которая бы обеспечивала работу госзаказчика с точки зрения информационного деления. Да, на стороне госзаказчика, и по крайней мере... Многие скажут, что это невозможно. Ну, возможно, невозможно, но мы это делаем. Я думаю, что мы все равно придем. На данный момент уже больше, вот у госзаказчика прошли обучение, больше 40 человек. То есть в команде сейчас вот сколько? Пока команда, это сложно назвать. Пока мы отобрали людей, вплоть до психотипа, да, кто готов, кто имеет гибкость, кто готов к каким-то стремлениям. И при этом возрастные ограничения здесь не работают. Нам всегда говорят, вот там если... Да, берите молодых. Берите молодых. Не факт вообще. Вообще не факт. Кто же с этим сталкивался? Да, вот вообще... У меня был дяденька в 60 лет, которого я проводил обучение, еще давно в Севилу обучал. Он своим живым умом меня просто поражал. Ему 60 лет, а я ему рассказываю, как летает он на ходу. Еще идеи предложат, скажут, ты вот здесь поправ, вот здесь поправ. А еще плюс опыт. Молодой человек, я вам сейчас расскажу. Сейчас я тебе расскажу. При этом главное выключить свое сопротивление и честно записывать. Потому что идеи, с одной стороны, иногда кажутся они бредовые, потом остановишься и думаешь, это же вообще гениально на самом деле. Потому что человек без шор, без каких-то штампов, и готов, ну, повстречаются такие люди. Поэтому сейчас вот есть такой пул, которые прошли первичное обучение. Соответственно, мы разделили для того, чтобы не идти... Бимкластер провел аудит фактически. Да, аудит. Аудит именно. Это как аудит-министерство или какого? Управление капитального строительства. Местного, да? Потому что именно они будут тем фарватером. То есть мы как... Ну, это не то, чтобы мы контролирующие органы, но формирующие направления, куда им нужно идти. Но фактически эту работу выполняют именно они. Они строят эти объекты, они являются заказчиками этих объектов. Понятно, что деньги проходят через нас, но тем не менее, именно вот эта работа на земле, работа с подрядчиками, как при проектировании, так и про строительстве. Это их части. И очень важно, чтобы именно они были все. То, что мы учимся, это понятно, бесспорно. Но мы на орбите чуть-чуть другой. И не мы руками это делаем. Но, повторюсь, наверное, очень важно, что каждый из нас перед тем, как транслировал, дальше вправо, влево, вверх, вниз, он должен понимать, о чем он говорит. Хотя бы на минимальном уровне. И при этом признавать свой уровень вовлеченности либо понимание процесса. Ну, без иллюзий, чтобы это было. Здесь понимаю, здесь мне нужно еще изучать. Вот здесь мне нужна консультация. А вот здесь я знаю лучше вас, да? Только как-то так, то есть чтобы с ориентирами было. Поэтому обучение прошли. Сейчас внедряется среда общих данных. На чем? Пока это BIM Tangle. Безусловно, это проба пера. На веки вечные мы никому не отдавались. И мы честно об этом говорим и партнерам тоже. Нам очень важно именно качественная составляющая. То есть если пойдет, да, будет круто. Если будут какие-то заминки, безусловно, будем пробовать и другие варианты. Но при этом у меня в планах создать с BIM Tangle, либо еще с кем-то, именно полноценную экосистему, в которой будут увязаны все процессы. То, что касается именно строительства. И это не только на процессе строительства и работы, смотри, а с самого начала. То есть у нас основная часть. Есть, конечно, объекты, по которым мы торгуются сначала разработка перов. Есть объекты, которые под ключ. Это разные подходы совершенно. И я думаю, что в последующем мы практику начали еще до всех пандемий, в текущей ситуации. Да, интересный. Под ключ – это наиболее удобная схема, на самом деле. И мы понимаем, что Минстрой сейчас тоже подходит именно федеральной к позиции, что для ускорения инвестиционно-строительного цикла это важно. То есть и ПСИ-контракты. Да, да. И, соответственно, мы полностью весь цикл от рождения самой идеи погружаем в систему. Мы видим прохождение всех процессов. То есть это интеграция с торговыми площадками, да, и оплаты все, и движения логистики, и все остальное. То есть мечта, она такая. Полностью вязать эти процессы. Не только у вас у нас тоже. То есть это, в принципе, большинство государственных органов, я так понимаю, идут в эту сторону. Сложности, конечно, с интеграционными процессами, потому что я всегда об этом говорила. Я помню, тогда вы на прокачке, по-моему, слышали, наверное, мы все говорим про вертикали, но все время забываем про горизонтали. Очень важно при разработке любых федеральных систем и субъектовых систем и любых других именно оставлять возможности для горизонтальных связей. Очень важно, чтобы была возможность не диктата, когда разработали систему, при этом субъекты там уже вложили достаточно большое количество денег в свои системы, и неплохие системы, при этом позволять им интегрироваться, а не загонять в одно стойло. При этом, безусловно, есть субъекты, которые отстающие, и они вообще ничего не делали, не будем по именам, а каждый все знает, их тяжело винить на самом-то деле. В нашем узком кругу. Их тяжело винить, потому что, первое, со штатным расписанием, беда бедой. Даже если штатное расписание, людей-то где взять? С зарплатой тоже. Беда бедой. То есть, если людей нет в субъекте, если есть соответствующий эквивалент заработной платы, который может привлечь людей инициативных, горящих желанием, они просто не пойдут на эти деньги. То есть, мы все время разговаривали, начали разговаривать еще когда нацпроекты о том, что вот всех участников национальных проектов мы будем мотивировать, потому что это специфичная область труда. При этом мы, в принципе, понимаем, что нацпроекты – это была перепрошивка того, что мы все делали, просто увязали по-другому подходы. И да, они правильные, но, в принципе, идеологически ничего не поменялось. Отчетность поменялась. Позиционирование именно для людей, чтобы у нас общественность понимала, что мы делаем. Да, правильный подход. Потому что если ты не рассказываешь и не показываешь, что ты делаешь, и не даешь возможности людям дать обратную связь и сказать, вот, а давайте вот здесь вот лучше сделаем. Ну, как вот один из таких интересных проектов, там, благоустройство, да, национальный проект, жилье «Городская среда» включает федеральный ФКГС у нас, комфортная городская среда. Идеальное решение, на самом деле, проведение конкурсов. Люди голосуют, они участвуют в жизни того, что происходит. Они имеют возможность повлиять. Вот здесь будет это, здесь вот это, там вообще не надо, пускай лес остается и так далее. Это очень важная вовлеченность, это другое отношение людей к этому. Соответственно, по любым другим направлениям, это и БКД, и по федеральному проекту «Жилье», там у нас только «Стиму», это немножко такая интересная программа. Но, тем не менее, это была перепрошивка, но, в принципе, мы делаем то же самое, но учитываем при этом отношение людей к этому процессу. Это важно. Если мы говорим про цифровую трансформацию, и неважно, мы говорим о цифровой трансформации строительной отрасли, или мы говорим о цифровой трансформации медицины или ещё остального, всего того набора, который есть, то это совершенно другие подходы, это требуются другие люди. Это новые процессы. Это нужны те люди, вот то, что мы пытаемся сейчас в Краевом Уксе создать, тот набор людей, которые свой позитивный уже опыт, те горящие глаза и те классные результаты, которые они получат, и, возможно, мотивационный, в том числе и не только деньгами, но, в принципе, и карьерном росте, и во всём остальном, транслировать для того, чтобы уже все остальные присоединились и говорят, что вы там делаете, я тоже хочу. Я хочу меняться, потому что очень важно, когда человек сам хочет меняться, это лучше всего. Не заставлять его, а именно вот как-то так его вдохновить, хотя, ну, конечно, ломом приходится. Ну, мы говорим о устном применении, да, но, тем не менее, сопротивление у всех. Это не только Красноярский край, я думаю, в Москве то же самое, и Питер, и Калининградская, и Сахалина, и все остальные. Внутреннее сопротивление, причём люди делятся, одни боятся и думают, что они не справятся, хотя нужно доносить это тоже правильно, очень важно рассказывать, показывать пошагово для того, чтобы снять. Другие умные, они понимают, что это упростит жизнь, они могут легко адаптироваться, но они боятся, что их сократят. Такая категория есть, реально. А почему сократят-то? Ну, потому что вот сидит, семь человек занимаются, а нужно, оказывается, что два. Оказывается, можно два. Да, понятно. Что будет со мной? Тоже приходится разговаривать и объяснять. С тобой будет всё нормально, потому что у нас задача, вот если мы, я думаю, любой орган исполнительной власти, как на уровне субъекта, так и на уровне федерации, можно сказать, что задач у нас нарезано намного больше, чем у нас есть людей. Численность никто не увеличивает, причём количество отчётной информации и сбора, и всего того. Я не видела, я не знаю, кто бы у нас уходил в 6 часов. До 10 вечера это нормально. Уходишь раньше в 9 или полдевятого, тем более, что-то сегодня погода поменяется. И это не одна звонарёва, это все так работают. Как работает Минстрой Российской Федерации? Мы знаем, они там работают круглосуточно, выходных нет. Это реально так. Смех смехом 24. Окна горят постоянно, когда я там ночью приезжаю, горят. 24 на 7, хоть, конечно, мы там хихи слышим, но правда работают в режиме цейтнота. Соответственно, опять же таки, людям нужно доносить. У тебя закроется вот этот фронт работы, у нас есть масса предложений для тебя, никуда ты не денешься, потому что фронт работы такой, что просто уже головы поднять, но его надо делать. Соответственно, чтобы справляться, и в том числе, если мы говорим именно о цифровой трансформации, строительной области, ну, ни для кого же не секрет, количество бумажного документа оборота, который... А тут интересная информация мне попадалась в интернете, даже у себя на страничке опубликовала. Гаскар делали аналитику, они посчитали 23-этажный дом, четырехсекционный, по-моему, 25 тысяч квадратных метров, дом немаленький, только на бумагу, ну, это с учетом всей исполнительной рабочке, всего количества экземпляров, которые там есть, количество примерное исправление, внесение изменений, могу сейчас на сотне ошибиться, 13,2, по-моему, миллиона. Бумага. Просто бумага. Это не считая, сколько еще при проектировании было потрачено и тому подобное. Соответственно, если они посчитали, еще примерно прикинули, это вот в ценах бумаги, которая была до марта месяца, картриджи, логистика, потери времени, ушли они, по-моему, на 19,8. Ну, мотивация, мотивация. То есть, это все очень грамотная виска. Или, допустим, если мы говорим, есть госзаказ, при этом мы понимаем, что у нас с 1 января 23-го года уже застройщики, мы видим, да, проект в 331-й сейчас вносят, с ними тоже нужно заниматься, работать. У нас тоже были подходы к этому. Пока воспринимают слабо. Но мы не теряем веры. С учетом, что уже свой какой-то опыт нарабатывается, он пока маленький, но он уже есть, уже набиты шишки, и можно транслировать эту информацию. Как одни экспертизы будут проходить, это отдельная история. Мы поговорили с тобой вот до начала экспертизы, то есть я еще позже тоже расскажу уже опыт прохождения экспертизы информационной модели в боевом режиме. Это очень интересный опыт. Могу сразу сказать, вносите в ТЗ вот все, что можно. То есть полный разбор будущей модели должен быть в ТЗ, чтобы не было никаких проблем по экспертизе. Но когда вы там придете, я думаю, будет очень весело. Но это полегче будет, чем на наших объеках. Но тем не менее, экспертиза будет очень веселое его занятие. Слушай, а вот у меня пока немножко не сложилась картина. Вот есть УКС, вы обучили, но прежде чем заключать договора, договоры, я всегда буду безграмотен. Можно и так, и так. Нужно составить ТЗ и нужно понимать, что туда вносить, как эти УКСы смогли, как они справились. Ну, для этого мы веселые есть. У нас идея была такая, которую мы честно реализовали. Сделали попытку, как маленький ребенок встает на стульчик и говорит, я вот сделал вот это. Мы, честно, в 21-м году сделали такой подход. Совместно коллективное творчество было. УКС краевой, наша экспертиза, наш институт граждан-проект, это государственный институт, это наследие прошлого, он у нас остался, и слава богу, что он у нас есть. Такое чудо просто. Да, у нас два таких. Есть вот граждан-проекты, красноярские институты. Это ФГУП или как? АУшка. АУшка. Да. Но государственная. Сто процентов государственная пакет, да. Ну, мы от правительства в качестве учредителя идем. Они занимаются именно проектированием там и жилые дома, и объекты социальные, все что. Ну, заходят, они работают и на территории края, и заходят, безусловно, на торги и по другим субъектам. Ну, то есть достаточно активно работают. Есть еще один институт, но там больше по северам изыскания, ну, в том числе и работают с федералами, с такими, как и Минобороны, и все остальное. То есть серьезный такой набор. Конечно, ну, требуется уже обновление, потому что работают героически, там есть и 65 лет, и больше даже, некоторым. Суперэксперты, понятно, но просится. Время берет свое. Время берет свое, конечно, молодой крови не хватает, но тут спасибо некоторым большим ребятам, которые по всем регионам вот так ших, проектировщиков на цифру. Да-да, пропылесосили. Да, пропылесосили. Ну, кстати, откат обратно пошел, народ начал возвращаться. Это тоже интересная история. Почему интересно? Потому что они готовы винтиками быть в системе, как оказалось. Хочется творчества. А при подходе масштабируемом, таком, гигантском, там творчество... Конвейеры? Нет, не могут. Ну, то есть кто-то остается, а кто-то на конвейере не может. Душа просит потворить свободы, там что-то. Пускай у нас тоже достаточно ограничений с учетом всех, ну, достаточно большое количество типовых объектов, но тем не менее творчество имеет место быть. Поэтому это важно. Окей, хорошо. Вы собрались с этой вот могучей кучкой? Нарисовали некий документ. Сами? Сами. Но мы, я честно тогда и в релизе просила отразить, и мы отражали. Мы использовали в том числе материал того тема мандата, который был Екатеринбургом разработан, но он нами был значительно перепрошит, то есть там какие-то части оставались оттуда, но основная часть была уже с нашим разумением. При этом мы понимали, что подход достаточно дилетантский, честно говорю, но мы посчитали необходимым выйти вот на этот самый стульчик и сказать, ребята, мы тут вот сделали вот это. Нам нужна критика, нам нужны предложения. Там весело было на Фейсбуке, тогда еще незапрещенной, да, в сети, когда критиковали у вас то, у вас это. Причем я вижу по комментариям, что народ даже в принципе не пролистал, тыкался в какое-то место, видимо, через поиск, ну это вот любители там, но при этом была масса предложений и замечаний сильно полезных. Я вот как школяр, так честник, тебе записывала, так, вот здесь ГОСТ смотрим, ага, вот здесь смотрим, вот здесь смотрим, все учитывая, посмотрела на все это, думаю, маловато будет, поэтому мы сделали обширную рассылку по всем крупным институтам в Минстрой, в АУФЦС, в том числе в РЖД направляли, в Росатом, больше 30 рассылок, а ответили нам из, по-моему, 32 адресата у нас было, из 32 нам ответили 18, я считаю, что это прям суперрезультат. Ну как бы, какие неприличные, даже отвечать не стали, мне кажется, на такие инициативы нужно отвечать в любом случае. Ну, не было ответа, ну и на том спасибо, собственно говоря, по крайней мере, не было ответов, в которых было идите туда-то, это уже хорошо. При этом, конечно, мы были признатели всем, кто вышел на контакт, и в том числе с вами, вот мы тогда общались, и честно не ожидали, что такая коммуникация, а давайте ребята на ВКС. Мы такие, да конечно. Соответственно, то же самое. Все те предложения, которые были вами озвучены, Росатомом, в Ренку мы направляли, в том числе, ну как на тот момент, да и сейчас там, в принципе, недостроительство интересное было, от питерской экспертизы. Причем... Питерская экспертиза, они подготовили ответ, в ответе еще комментарии, так аккуратненько все это, очень аккуратно, чтобы нам было удобно читать, ответили они за два дня. Два дня. Причем вы это рассылали в конце года, когда там вообще никому не продохнуть. Да, два дня питерская экспертиза. Я просто думала, вот так можно? Можно. Соответственно, конечно, мы собрали весь этот материал, то, что прислали, и то, что на ВКСах мы озвучили, мы до сих пор еще прорабатываем. То есть прорабатываем, при этом была рекомендация от Росатома в том плане, ребята, а вы не хотите это вообще не приказом, как вы сейчас, а придать иную нормативно-правовую форму, допустим, постановлением правительства, края утвердить, прям методические рекомендации для того, чтобы было удобнее. Ну, или банальные советы, допустим, тот же Максим Чапуренко, он говорит, ну, облегчите конструкцию, зачем вы всю нормативку туда указываете, читать сложно. У вас там много чего напихано, скажем так. Да, да. Поэтому мы говорим, да, вот это спасибо, вот это спасибо. Соответственно, уже следующая редакция, она будет коренным образом отличаться. Но к ее проработке, то есть это мы ссылку сделали тогда в декабре, ВКС проводили январь-февраль, и до сих пор у нас нет реакции именно итоговой, не потому что мы не занимаемся, а потому что мы настолько скрупулезны. первый подход к снаряду был для того, чтобы начать, сейчас мы подходим к этому уже для того, чтобы это можно практически было использовать. Но первый шаг, он был важен. То есть та критика, которая нам нужна, мы на нее намеренно шли. Я вот добавлю свое слово, ко мне часто обращаются, и спрашивают, Игорь, да я там какой-нибудь ТЗ на информационное моделирование, нам нужно сроченько сделать. Я всегда отказываю, ну, либо если точно знаю, что им такое подойдет, могу отправить, а в основном отказываю, потому что у меня мысль такая, что вот сядьте, сами напишите, пусть это будет две страницы, вот криво, косо, но именно только то, что вам реально нужно. И там через третью, четвертую итерацию получите под настоящим нормальное ТЗ, и с этим можно будет работать. Если вы возьмете, вот просто вот чье-нибудь, вставите, то вы наверняка получите проблемы и для себя, и для исполнителя, потому что там будут вещи, которые либо неисполнимы, либо вам не нужны, либо слишком трудозатратны, поэтому надо через себя пропускать, и тогда мы получаем нормальный ТЗ. Ну, у вас не просто ТЗ, у вас же БИМ-мандат, а вот какой его статус, его роль? Хороший вопрос такой вот. Его роль? Да пиар это был на входе, для того, чтобы собрать мнение с общественности, которая действительно является экспертами. Ну, просто так, ну, честно, у меня даже не было уверенности, что кто-то прореагирует, потому что вот эти вот шатающиеся туристы по всему рынку и предлагающие там интересные услуги, я вот на них смотрела, думаю, ну, что вы ребята хотите, когда там предлагают спецификацию, условно, там на 35 миллионов рублей оборудование, присылают, вы у нас купите, мы там для вас все посчитали, я вот открываю, смотрю, думаю, на кого вот это рассчитано? Там стоит 35 лицензий, которые рассчитаны на проектировщиков, и то туда нужно эту лицензию одну, но не будем называть имя производителя, тем более все равно сейчас его приобретать нельзя, то есть они ищут просто, ну, простите, со скудной встречи дураков просто, на ком можно сделать, соответственно, какой вариант? Только вызвать огонь на себя и получить ту критику. Где-то там были какие-то эмоциональные окраски, но это мало интересует, всегда можно отобрать, ну, вот это в сторону, шкурка у нас нормальная, выдерживаем, да, а есть та практическая составляющая, и, соответственно, подход был, безусловно, на тот момент, когда мы выпускали этот темандат, был подход уже Минстроя Российской Федерации, когда они рекомендации, соответственно, я туда планировала, мы туда вшили те рекомендации, которые были Минстроя, но несколько переделав их под себя уже на тот момент, немного войдя, да, в этот ресурс, и, соответственно, именно подход к техническому заданию. Соответственно, он... есть рекомендации, есть вариант проекта технического задания, которые дополнительным идут к контракту, который будет прорабатываться. Это можно вшить в сам контракт, это можно допником, это носит рекомендательный характер, но есть обязательные пункты. Единственное, что, конечно, с юридической точки зрения нужно ему придать другой сейчас вес, и мы как раз таки работаем. Но, опять же таки, если мы утверждаем это уже постановлением, этот документ максимально выверенный, он, наверное, еще долго не сможет быть, потому что все... Он никогда не будет. Все меняется, и, соответственно, это должен быть живой документ, который предполагает в себя, мы честно написали, редакция 1.0, понимая там, не знаем, сколько этих редакций будет, но возможность внесения в него изменений. Соответственно, та редакция, которая будет 2.0, это будет уже более весомый, понятный, структурный документ, и максимально без лишних вещей, потому что первая наша итерация по общему мнению в том, что мы общались. Ребята, ну что вы туда вот это все? Вам вот это зачем? Вместе с тем у вас нет того и того и того. Масса была, в принципе, положительного отлика в том смысле, что мы вообще подошли к этой ситуации, начали делать, потому что вы абсолютно верны, я согласна обеими руками, что для того, чтобы разобраться, нужно входить и пытаться. Да, пускай первые шаги будут с ошибками, да, пускай придется переделывать, но для того, чтобы получить то, что нужно получить, нужно пытаться. Каждый день, слушая новые, новые, какие-то вводные, но при этом ты уже фильтруешь, ты уже помогаешь другим подходить к этой теме и какие-то ориентиры, да, что вот это имеет смысл рассматривать, вот это вот избыточно, вот это вот придумки чьи-то, а вот здесь вот главное то, что нам нужно. И если мы говорим, конечно, про экспертизу, у меня всегда вопрос, ну, правило должен диктовать, я искренне так считаю, заказчик. Да. Заказчик. У нас замечание было одной из экспертиз, у вас на информационной модели не замоделирована вот такая-то такая там система. Я смотрю, и я как заказчик говорю, а мне эта система не нужна там, а с меня требуют. Ну, это вот исторически у нас такой дискурс всегда идет, это не только актив. Поэтому я еще говорю, что сейчас пока не отработана эта система с главой госэкспертизы, не только глав любой экспертизы, она это все уложится, это не потому, что экспертиза плохая, потому что пока система не устроена. Потому что нужно наработать именно опыт практически. Пока не отработан практически опыт, в техническом задании должно быть прописано все, что вам не нужно, а все, что вам нужно, а все, что вы не хотите делать и не нужно, оно должно быть четко обозначено. Если вам будут претензии какие-то, у меня написано, это мне надо, а это не надо. Все, свободно. Знаете, нам повезло, если мы говорим про краевую экспертизу, открытый, продвинутый руководитель Фанасьев Андрей Петрович. Он всегда помогает, он участвует с нами во всех процессах. У него эксперты крутые, конечно, мы вместе учимся, но вот сейчас, в прошлом году два пилота определили еще в тех условиях, и в этом году у нас будут идти два пилота максимально развернутые. А когда вы в экспертизу заходить будете? Ну вот по двум скоро уже, в нашу. То есть у нас есть государство, поэтому нам нужно, чтобы откатать у них, и мы подошли к этому процессу не после экспертизу, перед фактом ставить, он участвует у нас во всех процессах, потому что это очень важно, чтобы вот изначально потом вот этих не было столкновений, вот здесь не доработали, здесь что-то не сделали. Очень хорошо, что экспертизу сразу участвует. Да, но при этом они из тех, кого уговорят, не надо. Ну то есть там у него команда собрана очень хорошая, они помогают. Молодцы. Ну реально, они вот в составе, и в том числе и тех людей, которые первую итерацию, честно, ночами, в свободное от работы время, там активно участвуют. Вот ты сказала, что есть пилотные проекты, которые стартанули в прошлом году, и в этом году. Один из проектов меня очень заинтересовал. Какой? Я в ВК-шке, уже в ВК-шке, видел Реевцевскую модель театра. И там был театр в ПГТ, я забыл название. Мотыги, да? Да, 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 да. Я удивился, начал смотреть, зачем ПГТ театр. И оказалось, что это самый маленький населенный пункт в России, который имеет собственный театр. И у них сейчас в информационной модели еще и театр, новый театр сделан. То есть это очень такое ПГТ крутое. Ну, балуемся. Но на самом деле у нас очень развернута социальная программа в части строительства именно объектов. И в удаленных и труднодоступных либо реконструкции, либо новые строятся, начиная от ФАПов и заканчивая театрами, в том числе реконструкции. Вот за эти годы, если давно у нас не были, или были вообще в Красноярске? Когда последний раз? Давно уже. Я на конференции был, года 4-5 даже. В общем, давно. К нам надо приехать. Красноярск сам преобразился. Немаловажный факт и вклад вообще, это подготовка к универсиаде. То есть город выглядит совершенно по-другому. Он выглядит по-другому. И все эти годы продолжается развитие, и вкладываются и краевые деньги, и федерально активно во всех, в максимально возможных мы участвуем. Понятно, что софинансируя. И, безусловно, активно на краевые деньги реализуются и в маленьких поселках, и в деревнях даже есть, и во всем остальном у нас преображаются города. Вот у нас, допустим, Енисейск. Это несколько лет назад реконструкция. Там очень много объектов культурного наследия. По-моему, больше 40 реконструировали. Ну, тогда, конечно, еще без цифры. Это все как игрушка. Он прям как игрушка. Ну, там хочется быть. Ну, понятно, что он маленький. Там нет программы, которая может рассчитана быть на неделю или еще что-то. Но вот именно посмотреть, что на расстояние там Красноярска, по-моему, больше 400 километров. Для Сибири рядом. Да. Или вот сейчас Минусинск готовится к 200-летию. Город преображается. Кто там, даже местные, кто там год назад еще были, он меняется на глазах. Просто проезжаешь другие населенные пункты. Очень меняется это, в том числе, заслуга и нацпроектов. То есть перетрансформировали, перепрошили. Это стало более системно, понятно, что, как делать и каким образом, и не в разнобой. И, безусловно, активная роль каждого из субъекта. Насколько ты привлекаешь, насколько ты готов софинансировать. А у нас есть возможность софинансировать, особенно когда привлекаешь федеральные деньги. Понятен результат. Конечно, колоссальное количество объектов построено и реконструировано. А те, что сейчас в цифре сделаны, то что за объекты делаются? На данный момент, в прошлом году начали. Но там ситуация, она немножко такая от обратного. То есть уже была разработана ПСД, и вот эти два объекта, модель поднимается по ним. Это не совсем то пальто, что называется. За это обычно очень сильно все не любят. Вот, поэтому мы приняли решение еще в прошлом году, что мы заходим в этом году на два полноценных проекта, которые не с бумаги, а они полноценно поднимаются. Сейчас по этим объектам, конечно, мы по лету только увидим модели. Поднимается или моделируется? Моделируется. По двум, которые по прошлому. Поднялись, и два делаются с нуля полноценно уже, как получается. Ну вот одну из моделей я представляла буквально две недели назад. Вот из тех, которые подняли, выявили 6 тысяч коллизий. Это что за объект? Ну что, 6 тысяч коллизий? Это на что? Клуб. Да. Клуб в одном из населенных пунктов. Ну, имеется в виду культурный клуб. Я понял. Там же он небольшой. Ну, я задала вопрос. Покажите, какие коллизии, то есть был ли проведен анализ. Ну, пока коллеги не были готовы, с удивлением на меня смотрели. Ну, у нас будет следующий раунд скоро. Я думаю, к этому моменту они будут готовы ответить на наши вопросы. Ну, собственно говоря, это первые подходы и пробы пирата. То, что уже входят, это уже тоже важно. 6 тысяч коллизий – это просто, я думаю, любые физические коллизии. Конечно, да. То есть там уровень... Такое количество на химкомбинате, если только где-нибудь можно поймать. Да. Но все равно проверять – это очень важно. Если мы говорим о государственном ТИМе, то одно дело в Москве, а другое дело в регионах. Вот как Минстрой, ответственный за это направление, помогает регионам и вообще ведет работу в этом направлении. То есть одно мало – выпустить постановление, нужно организовать работу полноценную. Вот твое мнение, текущий подход, плохой, неплохой, хороший, что вообще происходит? То есть людям сейчас, те, кто нас смотрит, им не видна эта работа, которая ведется с регионами. Они даже не знают, ведется ли эта работа. Что вообще делает Минстрой, кроме как выпускает какие-то распоряжения? Вот расскажи немножко изнутри, что происходит. Ну, я думаю, что мы без оценочных категорий, да, но при этом повествование такое, как это сейчас вот именно происходит, по сути. Безусловно, у Минстроя МРФ ведется работа. И о том, что она идентифицировалась именно за вот эти последние несколько месяцев, ну, это очевидно. В связи ли там с кадровыми заменами или получением каких-то ресурсов, хотя я искренне считаю, что Минстрою Российской Федерации точно так же, как и нам, нужны методологи. И, по сути, возможно, это должен быть, наверное, ну, такие мечты, фантазии, некий институт. Мы все время все вспоминаем СССР, но при этом были институты, темастодонты, которые помогали формировать подходы, нормативки, подходы во всесторонние, там, на 360 градусов отсматривать. Мы же понимаем все ту занятость, которая есть. При этом это не мешает Минстрою РФ на постоянной основе. Вот уже какой месяц проводятся регулярные встречи в формате ВКС, они проходят достаточно в неформальном характере, то есть набор вопросов. Со всеми регионами. Причем регионы собираются, не просто 85 собрали, мы еще разделены на три группы. То есть идет уважительное отношение к часовым поясам, а это важно. Потому что если у нас 4 часа с Москвой, то у нас есть регионы, у которых 8, и, соответственно, исходя из этих часовых поясов, в 8 утра по Москве начинается совещание у первой группы, у нас 12, и дальше пошли все группы. То есть обсуждаются, задаются вопросы, на какие-то есть ответы, какие-то паркуются, и на них впоследствии отвечаются вопросы. То есть, по крайней мере, это режим, который позволяет, безусловно, есть рабочий чат, в котором обсуждаются вопросы. И для оперативности мы же все понимаем, какое у нас... То есть это не такое недубовое здание, куда входят по бумажке, а это именно живое общение идет сейчас с представителями самого высокого уровня Минстроя, где можно спокойно получить ответ. Причем ты ответы в онлайне практически получаешь. Задавая вопрос, ты можешь получить иногда через несколько минут, когда такое вида нам было. Конечно, у нас есть вопросы, претензии, как у любых нормальных, отдайте денег на то, отдайте на то. Причем мы знаем, что сейчас в работе, кстати говоря, заявки были от большого количества субъектов, что давайте подумаем, может быть, какое-то субсидирование механику. Мы разработаем подходы, порядки каким-то образом стимулировать те регионы, которые идут в активной фазе, помочь тем, у кого, простите, вообще бюджетов нет. У нас есть такие регионы, нет возможности, нет кадров, нет бюджетов, нет ничего, двигаться надо. Конечно, нужно помогать, но при этом мотивировать те регионы, которые идут впереди, тоже необходимо, потому что это тоже демотивация. И, собственно говоря, возможность защиты финансирования. Скажут, вот там, он тебе, он тебе получили, а вы сейчас у нас прости денег, идите просите у федерации. То есть это как-то очень выверенная такая система должна быть. Не знаю, на каком этапе сейчас, по поводу программы субсидирования, в том числе на внедрение тимов, на приобретение ПО, но, по крайней мере, со всех субъектов собрали, со всех субъектов, кто хотел, те направили свои предложения в части. По-моему, по протоколу сегодня был крайний день, как раз 14 апреля, когда необходимо было направить письма с обоснованием, зачем, вот для чего просите субсидию. Собственно говоря, я думаю, что консолидировано рассматривают, и какие-то предложения либо будут формированы, либо проговорены с Минфином, Российской Федерации, какие-то решения приняты, то есть работа ведется. Но подчеркну, что если мы говорим о людях, ресурс — это не только деньги, это должны быть те люди, которые именно вдохновляют, помогают, организовывают, те внутренние методологи, и это далеко, а в строительстве точно нет, не просто IT-блок, это люди с пониманием отраслевых параметров. Я думаю, Министерство Российской Федерации, наверное, этого не скажет, мы скажем за них, что нам не хватает людей, точно так же им не хватает людей. Это важно, это важно, и поэтому то, что они делают с тем ресурсом, который у них есть, ну, честно, не могу говорить за все субъекты, но я думаю, где-то мы рядом. Очень большие изменения. Из раздела героического, получается. Ну, вы знаете, все, кто пришел на госслужбу, это не герои, это, ну, как бы так назвать, чтобы не оскорбить, идеалисты, наверное, особенно те, кто пришел... Кто остается. Из бизнеса ломка-то происходит очень серьезная, когда ты привык действовать по-другому, а тут вдруг такое вот ограничение. С другой стороны, ты думаешь, ну, хотя бы там на 2 миллиметра сдвинул что-то, у тебя получилось, но это надо делать. То есть, меняется, вот я нахожусь там, меняются подходы, меняются как на уровне субъектов, как на уровне федерации. Тяжело, да. Интересно, тоже, да. Хорошо. А, кстати, вот по пилотникам, так быстренько пробежались по ним, а стоимость в BIM как-то закладывалась? Имеется в виду... Ну, то есть там... На ПСД увеличение? На ПСД на стройку нет. Так, по-моему, 841 приказ у нас есть. Да. Сейчас он будет меняться уже. Да, вноситься будут изменения. Но мы очень трепетно подошли к этому, проработали с нашим Минфином. И в тот перечень объектов... То есть, есть федеральный ФАИБ, а есть АИБ, которые у каждого субъекта есть. И вот те перы, которые на этот год, в весенней корректировке у нас практически все нашли отражение. Другой момент, что очень важно, мы уже несколько лет работу проводим, чтобы у нас был единый госзаказчик. То есть, коэффициенты были применены из этого приказа? Да. Поэтому, конечно, да. Это необходимо. Наверное, кто-то может сказать, что это неправильно. Я обычно до этого сильно резко выступал против этого. Считал, что это сильно портит ситуацию и расхолаживает. Сейчас понимаю, что не вытащить никак. Не вытащить. Нам просто, если мы на данный момент, можно сказать, халатно отнесемся к тому, что нужно перестроиться проектировщикам, а это вложение средств, это переучить людей, это та же самая трансформация в голове должна произойти. Уже неоднократно здесь звучало, что у нас проектировщики нищие. А если на них еще и это повесить, то... Поэтому им нужно помочь. То есть вот на первых порах, когда уже будет опыт, когда будет ПО, то самое, которая работающая, летающая, и не будет такого колоссального требования, когда будут все отработаны, мы же понимаем, что сейчас говорить об экономии на входе, ну, это бессмысленная затея. Бим – это дорого. Да. И нужно честно об этом говорить, и не нужно в обоснованиях предоставить, что это сократит. Да не сократит это сейчас ничего. Да, может быть, пять лет, семь лет потребуется. Я не знаю, как будут идти процессы, это настолько все меняется. И как выстроятся эти пазлы, в какую игру, может быть, через два года. Ну, все, бывают чудеса. Вдруг мы сможем так настроиться? Потому что вот с тем же Екатеринбургом, но я говорю не про госзаказчика, а там могу... А там строй, по-моему. Да, ребята, они создали проектное бюро, то есть это застройщик, который строит жилые дома. Говорит, вот мы пять лет уже работаем, мы только вышли на ноль. То есть вот еще порядка двух-трех лет мы начнем экономить. Ну, потому что были соответствующие вложения, пошла амортизация, люди научены, сформированы команды, отлажены процессы вплоть до логистики и всего остального. Мы выходим. Это честно. Да, надо на это выходить, но при этом без ложных каких-то представлений и массовых иллюзий. Для нас главная мотивация – это качество, это действительно возможность при правильном подходе проверять адекватно, быстро, при работе, в принципе, с моделью в процессе строительства. И особенно если будет создана правильная экосистема на уровне субъекта. Это аналитика, это исключение дополнительных каких-то вопросов, отвлечение людей от основных обязанностей создания. Ну, собственно говоря, руководство нажимает кнопочку и в онлайн-режиме видит. И кассовое освоение, и что там с объектами, и количество проверек. Ну, в зависимости, на какой уровень. Может подняться, может спуститься. Никого отвлекать не надо. Это очень важно убрать вот эти процессы, которые отвлекают от основных задач бесконечными составлениями каких-то таблиц, справок и всего остального. На входе мы понимаем, нам нужен набор таких данных, которые хочет видеть тот или иной руководитель. Всё. Люди просто работают. Руководство просто видит. И это мониторинг, а не тотальный контроль и битьё по голове. Морально это намного легче. Соглашусь. Вот следующую тему. Мы с тобой это не обсуждали, она такая импровизация. Скажи, пожалуйста, то есть у вас получилось тяжело, получилось, что вы более-менее находитесь в лидерах в регионах. Ну, это такое условно очень. Условно. Ну, по крайней мере, я хоть вижу ваши проекты, вижу, что у вас что-то делается. И один этот мандат чего стоит. Поработали, да. Да, да. И продолжаем. Я думал, он будет полезен многим. А вот тем регионам, я вот на этих совещаниях Минстроя часто слышу, не самые богатые регионы, как им тяжело приходится всё это вписываться, делать все дорожные карты, выполнять эти работы. Вот твои личные рекомендации тем регионам, которых ничего нету. Не потому, что там они плохие или денег не хватает. Ну, по факту. Ни людей, ни дополнительного финансирования, никаких возможностей нет. Вот как им попытаться всё-таки заставить это работать? Ну, я искренне считаю, что любые решения и поиски, они прежде всего на уровне первых лиц. Должна быть заинтересованность. Если первые лица заинтересованы, находятся способы. Ну, как минимум, люди понимают, что это не они. Вот на своём уровне там пытаются кто-то их отчитывать на ВКС или не отчитывают, или приходят грозные ВКСы. Как максимум, никто никогда не говорил, что нет возможности привлекать внебюджетные источники. То есть на территории, ну, каждого, пожалуй, субъекта есть какие-то крупные организации, которые формируют. И если мы говорим условно, мы изучали по поводу систем, которые могут у нас. Если у нас край большой, и мне нужна КИС ОГД, да, 61, муниципальное образование, то к нам изначально даже никто не хотел заходить. Потому что говорят, да ну вас там умрём все. Аборигенов, да, там, значит, рассказывать там, что где. Ну, тем не менее, вот смелые ребята на шейсе, причём они крутые. Надо попробовать заходить и смотреть, сколько это будет стоить. Если это какой-то маленький субъект, ну, как минимум, должен быть первый подход и изучение. Что делают другие субъекты? Какой практический опыт? Может быть, есть у кого-то, кто может масштабировать. Может быть, есть какие-то проекты, которые у нас, собственно, в всем известном перечне, которые можно взять коробочные решения и попытаться, по крайней мере, их раскрывать. Тут главное не упираться, есть деньги или нет денег. Сначала изучить всю поляну, что там на ней есть, что мы можем делать прямо сейчас, понять, что нам нужно сделать, ну, как минимум, поучиться, хотя бы послушать. Да, у нас курсы, которые проводятся, никто не скрывает, что они базовые. И, в принципе, этого недостаточно для того, чтобы там развивать какие-то процессы. Почему? Вот мы, допустим, там привлекали тему интегратора, есть базовая. Теперь мы разделили вот это вот сметчики. У него особый упор туда. Здесь полевые, у них особый упор туда. Здесь главный инженер с энергетиком, у него упор туда. И мы разворачивали прям им по их темам отдельные, специализированные. У них еще возникали вопросы, еще дополнительные проводили. Для руководства отдельные, потому что руководителю знать все... Ну, зачем? Базовое, он должен рулить. Управленец, который должен понимать, что у него должно быть на выходе. Это не значит, что он должен там до каждого шурупа видеть, что делать. Люди у него должны быть с руками, с головой, которые помогают. Он должен верхний уровень. Поэтому мы разделили. Соответственно, ну, как минимум, подход к тому, чтобы понять, кто вам нужен, сколько вам нужно, а сколько у вас объектов. Ну, опять же таки, не будем никого обижать называть субъекты, но есть субъекты, у которых ноль объектов, которые реализуются. Ну, нету внедрения, БИМ, ну, не строят. Ну, стоит готовиться. Но поучиться просто посмотреть, как это есть, да, надо. Соответственно, какие вложения? На учебу? Ну, ребят, есть бесплатные, посмотрите. Недостаточно бесплатных, но можно найти не такие большие деньги, но поучиться. Есть какие-то же субсидии, по-моему, даже. Да. Можно поработать с вузами, можно поработать с, собственно говоря, с техникумом колледжа на территории всего. Есть программы, которые проводят. То есть можно, по крайней мере, конструкцию для того, чтобы именно понять, что дальше будет, руку на пульсе держать. Есть субъекты, у которых там по два объекта. Понятно, что им городить какую-то систему, ну, два объекта в год, не надо сложности. Ну, ребят, вы посмотрите, опять же таки, на другие субъекты. А может быть, вам с кем-то объединиться, имеет смысл. Да, конструкция сложная в юридическом поле, но она не противозаконна. То есть это вот именно с юмором и с фантазией, собственно говоря, к реальному. Идти нам все равно туда всем надо. Не то, чтобы идти, поезд уже улетел. Вот есть те, кто сидит в последнем вагоне, это мы, кстати, потому что тот же Екатеринбург, да, они там в первых рядах шли, это случилось там в 15-16 году. Мы вот заходили в последний вагон, да, зашли. Уверенно сказали, так, все, мы здесь живем, идем дальше так. А был кто-то, кто уцепился, там еще болтается, да, непонятно, а есть кто-то вообще там остался. Вот основная задача тех же еще вытянуть, им помочь. Поэтому я и спросил, что мы можем делать, потому что... Практику посмотреть, ну, это чисто на своем опыте. Я начала с того, что говорю, теоретическая база, я поняла, что мне нужно пообщаться с живыми людьми, которые через себя пропустили, либо кто готов, чтобы сообща... Ну, это как бывает, вот сидишь сам, размышляешь, и что-то с кем-то поговорил, иногда сам с собой там что-то, и мысль, да, какая-то. Соответственно, когда в диалоге это происходит, ты смотришь, какие подходы происходят, и наводят на какие-то идеи. Не стесняться задавать вопросы тем, кто уже что-то попытался сделать или сделал. Это не страшно, это не больно. У нас, допустим, не так давно Хакасия была, приехали. Давайте опытом денемся. Я вспоминаю, как меня принимали там в прошлом году, когда у меня вот эти рейды были буквально, да, по всей стране. Мы, честно, точно так же открыто делились. Вот это так, вот это так, вот это обсуждаем. Там будут с тем-то ВКС приглашаем, если хотите, присоединяйтесь. Кстати, ты хороший пример привела, что отправили ваш мандат, и что есть кто-то, кто не просто откликнулся, а кто пошел на встречу, помог. То есть если у кого-то не хватает квалификации для того, чтобы понять вообще, что делать, и нет возможности в рамках государственного что-то делать, можете обратиться к частникам или обратиться к тем, у кого уже богатый опыт. И, может быть, там из десяти заявок, там, шесть придут мимо, но четверо ответят и помогут, и бесплатно помогут. В том-то и дело. Даже если у тебя нет денег, то мы ни копейки не потратили на это. Электронкой отправляли свои запросы. Ну, трудозатраты, ну, мы это все равно бы делали. Но, тем не менее, я честно говорю, у меня ставка была ниже на количество ответов. Сработало. То есть все нормально. Люди открыты, люди готовы делиться. И, собственно говоря, это новые контакты. С тобой познакомились. Точно так же. Это не страшно, это не больно, это, наоборот, новые какие-то. И приятные в человеческом формате, потому что ты понимаешь, человек идет тебе навстречу, да, и профессиональные, и полезные. А что греха таить-то уже? Мы же за этим и шли. Это первая задача была цинична. Об этом говорим. Мы шли за полезной информацией от экспертов, которые там нагло выше нас. Ну, как, ну, хочешь стать таким же? Ну, попробуй попрыгай. Допрыгнешь? Ну, здорово. А может, перепрыгнем? Да, да, отлично. В целом, я получил нужную мне картину. Надеюсь, люди тоже об этом получили. А теперь вот такое, то видение, как это дальше пойдет. Как это пойдет? Да. Пойдет ли? Я думаю, что это должно пойти, потому что назад дороги нет. Были уже подходы. И, безусловно, мы были все в ожидании, будет отбой или не будет отбоя. И очень важно, чтобы все-таки с ровной спиной в Минструе Российской Федерации помог таким проповедникам, а я не одна по России, их много, помочь и дальше нести. Потому что это не то, что демотивация, это хуже. Когда ты начинаешь делать шаг, и ты делаешь его в пятый раз, и были отбои, и люди просто не верят, очень важно выдержать и идти дальше. Да, будут ошибки. Да, будут трудности. Да, будут дополнительные вложения. Финансовых средств. Да, кто-то не выдержит. И, наверное, уйдет. Это тоже нормально. Это те процессы, которые с нами в любых ситуациях могут случаться. Но, тем не менее, я считаю, что нужно идти вперед. Набираясь опыта, только так можно продвинуться. Каждый раз делать отбой – это невозможно. И очень порадовала, в том числе, вот та позиция, которая транслируется именно строим РФ. Они говорят, ребята, двигаемся поступательно. Никаких отбоев не будет. Это была для нас поддержка, в том числе, когда у нас была цифровая трансформация. Михалик тогда об этом говорил. Поэтапно. Мы разворачиваем постепенно. Назад дороги нет. Это, честно, вдохновляет на какие-то дальнейшие движения. Конечно, будет цифра. Но какие варианты? Мы проэкономим на бумаге, в картриджах, логистике, а самое главное – во времени. Банально даже этот пример. И более того, когда складываются навыки, уже организовывается та система взаимодействия, правильная ее организация, которая позволяет молниеносно решать вопросы, попробуй теперь у них отбери ЦПшки. Да, сейчас уже невозможно. Это главное – сделать первый шаг. Второй чуть-чуть полегче, третий еще полегче, пятый уже все марширует, все уже не отберешь эту конфету. Поэтому чуть-чуть терпения, побольше экспертов, которые помогают правильно выстраивать, больше помощи Минстрою Российской Федерации, методологов, которые формируют ту единую позицию. И всех мы закружим. Куда они от нас денутся? Какой позитивный. Да. Не может быть по-другому. Отлично. Тогда на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Тут обычно люди рассказывают много полезного, интересного. Те, кто занимается БИМом, я думаю, тоже было интересно. Хотя вроде как тут вы только начинаете работать, а я это показываю экспертам. Но экспертам будет интересно узнать, как государственный подход может быть реализован. То есть государство и бюджет это не означает, что все, вот у нас ограничение, коробочка, и больше никуда мы двинуться не можем. Есть варианты. Эти варианты, даже интеграторы, могут прийти и помочь государственным структурам бесплатно, но в конечном итоге это может выйти им в какой-то бюджет тоже. В общем, спасибо огромное. Было очень интересно. Надеюсь, людям тоже было интересно задавать вопросы. Ну, а мы продолжим. У нас есть еще много интересных тем. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, Игорь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok